Друзья, сейчас мы приехали в Благодатное, но мы ехали во Владимировку и не смогли туда проехать. Сейчас идет обстрел в Владимировке, сильнейший обстрел, и поэтому мы доехали буквально перед Владимировкой, начали ложить снаряды, и нас не пропустили. О, слышите? Даже здесь, в Благодатном слышно. И вот сейчас 150 продуктовых наборов, мы разгружаемся в Благодатном. Потому что во Владимировку нас не пустили, говорят, беспилотники роем летают, дают, стреляют. Мы пытались во Владимировку попасть, да? Сильно ложат там. Сегодня, да, сегодня попадание в два многоэтажных дома, ну и плюс кассетные мои по поселку. Я еще точно выезжал в этот, это я могу точно сказать, уже когда буду на месте, и немножко спокойнее. А там постоянно такой, да? У нас, да, с тобой постоянно, ежедневно. Ежедневно, да. Вот мы привезли 150 продуктовых наборов, это для старичков. А сколько вообще жителей находится, которые нуждаются в помощи? Помощи. Ну, на данный момент 1250 человек осталось в поселке жителей. Ну, нуждающиеся, ну, человек 250, ну, это вот таких. Кому за 75? Совсем беззащитных. 75 плюс, 80 такие. Есть с детками у нас, и многодетные семьи, и с маленькими детками. Есть по полгодика у нас детки есть. Скажите, вот сейчас что больше необходимо? Может, какие-то вещи, что-то? Да, вот это, вот много у меня, ну, как сказать, не то, что бездомных, но малоимущих, очень малоимущих осталось. Мужчин, женщин, вот теплые вещи им, конечно, на зиму это нужно. Бамперсы лежачие. Лежачие у меня есть. Ну, и 20 человек лежачих в это тоже нужно в это. Ну, а в основном топливо у нас. Топить нечем. А что его? Уголь. Уголь. А смотрите, у нас есть один человек тоже замечательный. Хотел привезти в фуру брикетов. Судово, это отлично даже. Я получил, вот Волноваха мне дала 60 буржуек, вот, я сейчас устанавливаю на этажки, нуждаемся. Ну, да, и буржуйки тоже надо. Желательно, поэтому было нечем. У меня тоже есть. Так что, ребята, вот вы все видите, все сами своими глазами слышите, потому что Владимир находится возле Углидара. Нас кто-то даже не пустили. Один километр всего лишь проходит линия фронта от самой Владимирки, с другой стороны. И получается, там постоянно вот сейчас прилетают многоэтажки. Мы сегодня, конечно, не проехали. В следующий раз мы все-таки надеемся... Мы, может, покажем, что падает. Ага, ну, покажите, что там падает. Сраша! Что? А где это? Да я его выкинул. Кусок снаряда, он еще был теплый. Теплый еще. Ребята привезли, показали, что здесь происходит. Вот с этой машиной мы уже выгрузили. Сейчас еще, да, выгружаем, и потом ребята своими машинами потихонечку увезет. Смотрите, у меня есть пленка. Вам пленка надо? И пленка. У нас каждый день пленка вылетает. Мы уже стекла не ставим на окна. Мы пленка оббиваем вот в одном доме. Ну, так надо спорить, надо сплюнки, ребят, с бабушкой. Вот дом два, два попадания в каждый день. Только пленку оббили бабушкам, вылетело. Опять отбиваем, опять сегодня вылетело. Только это уже и возле окон, и в сам дом коньяк. Так что... Это кто у нас? Таганрог, да? Таганрог, да. С Таганрога. Ребята, передают там очень много. Куда? 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 У нас уже год с половиной нет ни газа, ни света. Воду я даю, два же недели у нас склажено. Ну, это... Говорит, дают два раза в неделю со склажиной. Мы, значит, у нас уже год с половиной, ни газа, ни газа, ни этого нет. Значит, мы даем со склажиной дважды в неделю на одной этажке столько будет. Потому что у нас леска стоит 80 киловатт, она на высоту, мы не протянем. Спасибо вода Донбассу, вода Донбасса на мыльный платежеспособнее, финансов нет. Спасибо вода Донбассу, что вы взяли на свое попечительство и, как сказать, бесплатно дез топлива и хоть подаем воду. Так что... А остального ничего нет. Какие-то есть, заборят, что там нет. Аташов полка, вот сейчас мы делали скилочные продуктовые наборы. Аташов полочные, чтобы покормить старушек, старичков, там же есть, а детки нет. Семь, детки нет. Насчет этого... Ну, пока... Вот такая ситуация, мы туда не попали. Ничего, попадем, еще поможем, покажем. Как паутихнет. Да, как паутихнет, покажем саму Владимировку, какая она. Вот тут даже благодатно, видите, не окон нету. Это уже подделано. Это уже поселковая администрация, в которой даже окон нет. А у нас даже посовета нету. Пол посовета осталось. Половина, остальная снесли нахуй. А вот это что? Это школа. Это школа. А дети учатся? Да. Да. Тут хоть и темно, мы сюда вот осылательно сложили вот эти продуктовые наборы. Сейчас ребята, что могут загрузить себе жигули и будут стоять на блокпосту. Там, знаете, так происходит. Даже сами медные жители стоят и дожидаются, пока окончится обстрел. Это может продлиться и полдня. Могут их не пустить даже к себе домой. Поэтому сейчас они загрузят сколько возможно и будут стоять, когда разрешат проехать в село. Потому что идет обстрел. И в следующий раз, когда мы приедем, мы 150 привезли. Еще там говорят, ну хотя бы еще хоть 100 наборчиков. Надо ребята помочь, конечно. Им мы как раз поедем. Мы сами увидим своими глазами, что там творится. И надеюсь, что вы в дальнейшем будете помогать и не забывать жителей прифронтовых районов. Потому что это Угледарское уже направление. Ко мне обращается очень много поселков. Поэтому я, скажем так, буду помогать не только в Донецке, там, близлежащих. Будем ехать туда, в сторону юга Угледарского направления. Потому что тут очень и очень серьезное положение. И люди нуждаются в помощи. В общем, спасибо вам. Низкий вам поклон. Быть добры.